На связи со студией лидер молодежного крыла Ассоциации деловых женщин Казахстана Асель Копалова. Асель, добрый вечер. Во-первых, с праздником вас. Скажите, сколько в целом по стране женщин-бизнесменов и в каких сферах они заняты? Добрый вечер. С праздником. Сегодня прекрасный праздник, который ассоциируется с любовью, весной и цветами. И я могу смело сказать, что женщины – хранительница очага, которая спасут мир. По поводу вопроса, сейчас на сегодняшний день бизнесы с женщиной более 52%, и они смело идут наравне с мужчинами. 42% женщин-предпринимателей возглавляют крупные предприятия и очень хорошо работают. Какие сферы? Сферы, конечно, разные. Как вы только что говорили, это сферы образования, культуры, также сфера медицины, общественное питание и, конечно же, дизайн одежды. Но среди нас есть и женщины, которые возглавляют металлургические заводы и огромные типографии, также фабрики по мебели. То есть, как говорится, и в горящую избу взвойдет, и коня на скаку остановит. В общем, везде. А какие возможности созданы для дам, решивших все-таки открыть собственное дело? С чего советуете, лично вы, начать? Ну, конечно, нужно иметь четкую концепцию, бизнес-план и мечту. Потом нужно рассмотреть финансовую часть, найти инвесторов или спонсоров. Ну, а также в нашей стране создано очень много различных программ. Это фонд Дому, дорожная карта бизнеса, дорожная карта занятости. И также от нашей ассоциации деловых женщин есть программа ментеринга, которой за два года мы обучили 2400 женщин и вывели их бизнес на новый уровень. То есть, главное – это не бояться. И, конечно же, не бояться ничего и идти к своей мечте. Спасибо вам за ответы. Еще раз вас с праздником. Спасибо. Я напомню, с нами на прямой связи была Ассель Копалова, лидер молодежного крыла Ассоциации деловых женщин Казахстана.